в эфире на связи как всегда корреспондент роман ты пожалуйста сразу поставь лайк и подпишись а я покажу документальный сюжет из метавселенной в начале июня этого года в великобритании отмечали платиновый юбилей так говорят про 70-летие правления королевы елизаветы второй на торжественной церемонии по улицам лондона проехала золотая карета тот же самый экипаж в котором в 1953 году юная королева отправилась на коронацию зрители собравшиеся на улицах города видели за стеклом улыбающиеся лицо молодой елизаветы а журналисты массово нарекли этот цифровой образ голограммы хотя многие специалисты усомнились в технической корректности такого определения так или иначе это сочетание традиционной церемонии древнего материального артефакта и высокотехнологичного цифрового аватара отлично иллюстрирует тезис который многим кажется странным хотя он очень полезен и для продуктивности бизнеса и для адекватности восприятия мира мы уже давно живем в метавселенной которую маркетологи футурологи и журналисты нам пытаются продать как еще только наступающее будущее споры вокруг определения метавселенной бурлят уже почти год с тех пор как цукерберг своими заявлениями и действиями превратил этот слово из литературной фантазии в популярный и уже почти бытовой термин многие маркетологи и эксперты особенно из игровой индустрии и создатели устройств дополненной реальности пытаются просто наклеить новую этикетку на виртуальную реальность и тем самым поднять ценник на свои связанные с ней разработки ярким примером служит определение метавселенной в википедии где в первом абзаце слова виртуальный встречается трижды в то же время в профессиональном сообществе в отличие от массовой прессы метавселенную предпочитают рассматривать как более широкую концепцию описывающую суперпозицию материальной и цифровой сторон нашего мира именно поэтому все популярнее становится термин индустриальная метавселенная описывающий глубоко цифровое промышленное предприятие трансформацию информационных технологий в операционные возрастающую роль цифровых двойников оборудования и процессов цифровую культуру материального производства если под таким углом взглянуть на окружающую нас жизнь хоть на работе хоть дома окажется что сами того не замечая мы давно живем в метавселенной это немного напоминает сложившуюся несколько лет назад ситуацию со взрывной популярностью термина искусственный интеллект когда нам массово начали рассказывать про искусственный интеллект как будущее информационных технологий но при внимательном рассмотрении оказалось что все мы уже ежедневно привычно пользуемся продуктами основанными на машинном обучении том самом искусственный интеллект поиск в интернете рекомендации стриминговых сервисов антиспам почте прогноз погоды голосовые помощники все это сервисы под капотом которых уже довольно много лет трудятся могучие алгоритмы искусственного интеллекта и мы не очень задумываемся что с этим явлением мы фактически общаемся ежедневно причем общение это двунаправленно наши действия снабжают новыми данными а мы пользуемся результатами работы искусственного интеллекта в алгоритмах а где же мы видим метавселенную в повседневной жизни вот несколько примеров в онлайновом книжном магазине нормой стало наличие и цифровой и бумажной версии отсутствие любой из них у какой-то части пользователей вызовет сильное недовольство поэтому книга уже простейший объект из метавселенной в норме она существует и на цифровой и на материальной сторонах нашего мира например журнал forbes временно исчез с материальных полок но отнюдь не умер на цифровой стороне его жизнь продолжается еще один яркий пример это деньги и речь совсем не о криптовалюте привычные деньги давно и успешно служат нам на обеих сторонах метавселенной мы покупаем вполне материальные блага без использования физической наличности и в то же время можем в виртуальном мире заработать вполне толстую пачку банкнот для трат в мире материальном если немного задуматься то окажется что и банкоматы и qr-коды на материальных носителях являются если воспользоваться художественным языком порталами между двумя сторонами мира и пользуемся мы ими давно и не принуждена но почему то про такой обыденный облик метавселенной журналисты не пишут даже такой внешне простой повседневный сервис как прогноз погоды на деле знакомит нас с метод вселенной когда мы смотрим на карту осадков в настоящий момент или в прошлом мы обращаемся к базе данных материального мира что нам сообщали метеорадары о фактическом дожде сейчас или час назад но когда мы в этом же интерфейсе смещаем бегунок времени в будущее мы начинаем общаться уже с цифровым двойником тучи и именно этот сложный виртуальный продукт на основе машинного обучения сообщает нам о том где будет лить через полчаса в интерфейсе и у нас в голове этот переход от наблюдения за материальной тучей к общению с ее цифровым двойником гладок и совершенно незаметен в чем смысл такого взгляда на жизнь вокруг и какая от него практическая польза может это просто игра слов на мой взгляд есть как минимум два важных ответа первый касается дизайн мышления при создании любых новых продуктов полезно самого начала осознавать что в нашем мире любой продукт так или иначе существует и на цифровой и на материальной сторонах поэтому его представление и функции должны быть заранее продуманы зачастую на цифровой стороне для материального продукта можно создать что-то более интересное и богатая чем просто цифрового двойника а взаимодействие с потребителями на обеих сторонах может обеспечить конкурентное преимущество а для цифрового продукта его представительство в материальном мире может обеспечить не только яркую коммуникацию с материальными пользователями но и неожиданной интеграции второй ответ менее очевиден и касается образования если наша жизнь протекает мета вселенной если мы регулярно погружены в супер позицию материального и цифрового миров то и изучение цифровой стороны столь же важно сколь изучение страны материальной информатика перестает быть профориентационной дисциплиной которой ее принято считать а становится одной из наук о мире вокруг наряду с физикой химии или биологии знание принципов функционирования цифровой стороны существующих на ней правил и законов не менее важно для успешной и счастливой жизни чем понимание предметного мира вокруг нас большинство из нас ничему такому не учили но учиться никогда не поздно в метавселенной хорошо живется тем кто этот факт осознает и делает из него выводы внимательный взгляд вокруг показывает что все мы оказывается давно там и живем и потому должны это обстоятельство учитывать в своей работе да и просто в жизни выразил так свое мнение актер студии крипто fn по имени злат таргеталович огневой а актере также известно что он обезьяна с планеты мета вселенной пи а на завершение по традиции я еще хочу добавить мудрость невелика штука предсказывать будущее вы лучше попробуйте разгадать настоящее но Субтитры создавал DimaTorzok